пожалуйста отказы вот вы просили мама сделать фотографии это берег моря и тут есть видео небольшое это такой пляж да да а вот там я вижу сосны и там дюны да да вот там я катался на машине так а что там лед что ли у берега ну да там лед то есть там дальше море а у берега леда да это что все нет тут еще есть фотографии есть и тут еще одно видео ну да больше нету мамы тоже часто садиться деревья были а показать да какие-то сосны вот это дюны это дюна да ну как я поняла можешь нам рассказать о дюнах что это такое дюны это где море там рядом с берегом то есть берег море потом берег а потом идут такой дюны небольшой лес вдоль моря и там кстати в дюнах да ну когда зима когда снег выпадает то там очень классная езди горка я туда хожу и там в прошлом году она льдом заледенела она просто огромная я думала вам снять видео как я еду с этой горьки будет и дюна видно и там еще долго проехать по морю можно когда с этого но у меня сел мобильник сразу же даже когда я не дошла до этой горки но еще там у нас деревья обычно в дюнах либо когда на море ветер там нету ветра или же наоборот потом еще у нас на море есть чайки ну вот в этом видео и есть баклаными ну местные бакланы еще есть вороны я думаю не у всех есть чайки тоже всех вот видите у меня были лебеди лукия ты свое видео чего выключила она сама выключилась сейчас я еще ребятам показать фотки которые я сегодня показывала про уток но я уже не буду рассказывать историю я могу просто показать кто хочет я а можно что-то сказать а кто хочет сказать говорите я я хотел сказать что у нас на одном маленьком озере были были лебеди утки и чайки нам было бы интересно посмотреть как они там 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 было два маленьких серого мы следующее видео потом подготовим там были два серого и два белого так лукия все у тебя да 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 но я сейчас уже не буду рассказывать историю про уток но я могу кто хочет показать фотографии ну покажи немножко покажи и лебеди сейчас я запущу демонстрацию экрана ой мы хотим посмотреть фото да 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 хорошо вот это тут вот у меня есть я сама фотографирую там есть история прям ну замерзла еще о вот здесь кутики и и кутики и кутики 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 ну у нас были такие немного толстые кутики 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 так крылья поднимает кутики зимой пиа 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 так грижа ты мешаешь потому что переключается Я каждый день их иду кормить, и, то есть, это, видите, там снег был, вот, например, тут у них снег, а тут, когда еще снег не выпал у нас, фотографии. Вот, Лебедь. Как могут быть, вот. Лебеди очень большие лапы, я сейчас найду, видите, какие у него большие лапы. Ну, как он тогда быстро плавает? Он видит, как с ростом практически меня, там была история целая, я сегодня рассказывала тоже на уроке, удивляемся Григорием, только в другое время, и я там рассказывала и показывала фотографии. Ну-ка еще разок, покажи-ка этого Лебедя, я не успела его с фотографией. Тут? Вот этого, да, спасибо. Все? Очень красивый кадр, мне нравится. Кра-кра, спасибо. Я сама ходила и фоткала. Вот видите, ребята, я для новеньких говорю, что, когда вы что-то делаете, вы все это можете сами делать, правда ли? Ну, мы не знаем, что показывать в видео, точнее фото. Ну, это надо научиться, чтобы мама помогла, а у нас здесь есть возможность демонстрировать свой экран. И когда вы показываете ваш экран, то все видно. Там делаешь как это, что ли? Ну, да, там есть зелененькая кнопочка, на экране нажимаете, и будет там видно ваш экран, тогда все увидят, что вы там показываете на экране. И ребята делают это из компьютера, из телефона, одинаково, хорошо. Ну, мне больше нравится с компьютера, потому что тогда картинка больше. Так, ну давайте. Юля, ты будешь? Юля? Я буду. Так, подождите, давайте поудивляемся на рассказ в Лекееве. Ой. Кто чего хочет сказать про рассказ? Да, еще я хотела, ну, забыла добавить то, что, ну, то, что я рассказывала сегодня на вашем уроке тоже, как у меня этот лебедь хлеб вместе с перчаткой взял. А, я помню, ты напугалась очень. И не могла у лебедя свою перчатку забрать потом. Да, я когда подближалась к перчатке, он подходил ко мне лебедь. Так, ребята, как вам понравился рассказ? Алло. Я спрашиваю, как вам понравилось? Да. Да, классно. Так, а это кто у нас тут такой? Да, тоже классно. Так, а кто это нам сейчас говорил? Так, у нас кто-то тут еще новенький есть, да? Так, подождите. А вот девочка, с каким-то именем ты можешь переименоваться? Как тебя зовут? Тая. А, это ты, Тая? Ты что, забыли, что я на прошлом уроке написал точно так же свое имя? А, конечно. А вот мой код. Ага, вот что такое. Теперь понятно, что это у нас Тая. Тая, ну ты будешь нам рассказывать, что ты сегодня будешь делать? Да. Я в этих гостях пометь... Ну, я увидела такое пианино, когда ты жмешь на две педали, то тогда оно само играет на нотах. Даже видео есть. Ух ты! И ты там покажешь, да? Да. Кляк-ляк-ляк-ляк. Ну, давай. Ну, давай. Это все мое видео. А еще я сегодня и вчера делала сама мультики. Показать? Конечно. На автопорате сейчас включу. А как ты их делала? Расскажи нам. Вот мой Ханя. Фотографиями. Просто фоткала и все. Ага. Я сначала просто брала какие-то любые вещи, которые я придумала. Мультики. Потом я ставил на стул с лизерками и зеркал всех. Весь он. И я просто брала и фоткала, потом чуть-чуть подвигала, фоткала и так далее. В смысле, это паник попозже. А скажи, пожалуйста, а как фотографии двигаются? Фотографии, они двигаются, потому что я просто нажимаю на кнопку, это просто прокрутить, оно быстро двигается и получается. Такая мультика. А можно просто там их склеить, фотографии, и потом... Вот вам, пожалуйста, мультик. Ух ты, это интересная идея. Тогда можно... А еще можно просто на компьютер перегрузить и там сделать фон или что-то еще. А ты умеешь так делать? Нет. Я только фоткать и делать мультики. Ага. Кот мой Ханни изображает Супермена. Супермен мой кот. И живет так. Понятно. Понятно. Ну, может быть, ты научишься делать так, чтобы это было в компьютере, именно как в мультик? Ну, я могу к следующему уроку сделать, у меня есть специальные такие роботики, которые можно ставить в позиции зеленый экран, набор такой делать, делать мультики. Я могу сделать какой-нибудь. Ух ты, давай, Гриша, из каких-нибудь фигурок и... Да, там есть целый набор, две фигурки, зеленый экран такой, подставка для телевизора. Ну, на следующий раз покажешь. Здорово, классно. И, если что, это делается очень долго. Ну, конечно, каждый кадрик надо снять отдельно, правильно? Да, даже надо именно так специально, специальные белые зонты, хамбы и такие поставки, чтобы только две штуки, и потом их направить туда, куда ты именно снимаешь, и потом ты их снимаешь. Но это очень и очень много и долго времени занимает. Продин, ну, ты эти зонты использовала, Юля? Использовала. Они даже у меня сейчас стоят. Ой, можешь нам показать? Я не могу, потому что я сейчас на первом этаже, а у меня эти зонты на верхнем этаже, а компьютер у меня на проводе. А, понятно. Не обязательно. Я с обычной камерой вообще-то делаю. Я попробую его на следующий раз показать, сфоткать и потом показать. Хорошо. Я могу просто взять компьютер, перенести наверх, и там делать игру, и все. Хорошо. Если кто-то интересуется, этот скейт называется Stop Motion. Что это не является? Гришенька, я на следующий раз запишу, что ты будешь нам, сделаешь мультик, да? Да, но я уже, у меня в фотоаппарате есть мультики. Да-да-да, классно. Я взяла не один, я взяла несколько там, где-то четыре или три. Ну, жалко, что нам не очень здорово это можно увидеть. У меня бы это в телефоне ничего бы не вместилось. Ну, понятно, это надо, конечно, иметь такое, чтобы вмещалось. Сейчас я сейчас покажу, мультик. Сейчас так. Чуть-чуть немножко от камеры отойди, немножко подальше. Чуть-чуть, не так близко, нет. Немножко от камеры отодвись. Еще немножко. Отпал я? Вот так, хорошо, давай. Вот первый мультик. Ну, там какие-то все очень белые фотки. А, все слишком ярко. Слишком ярко, да. Ну, попробуйте у себя просто, есть кнопка на компьютере, и там надо нажать, чтобы потемнее сделать. А, еле видно, но давайте. Крутите мультик. Можно я покажу? Так, кто там хочет показать еще? Я. Крутите мультик. Это кто, Лева хочет? Да, а то я так ничего не успею. Хочу показать и сыграть какую-нибудь песню на пиане. Я хотел про Наполеона выучить, но не успею ничего выучить. Ну, ничего, давай, показывай. И все. Ладно, я после Лёва или Лёва после меня. Да я быстро. Что вы хотите первое, мультик или пианино? Сейчас, подожди, сейчас, Лёва. Лёва, ты готов уже? Я даже сам не знаю. Пианино. Тогда я сейчас могу мультик показать. Моя сестра говорит, что пианино. Это армия Наполеона против нашей Русской армии. Вот тут есть вот такая пушка, которая вот так отцепляется. Так, Лёвочка, ты бы как-то сделал, чтобы телефон был зафиксирован, а то у нас все мелькает. Вот пушка. Так. Вот пушка, а вот прицеп от этой пушки. И вот тут патрон. Поверьте же. Это Лего или что? Да. Самое интересное, что вот эту пушку я сделал. И прицеп. Стрелять? Да. Мама мне купила набор. Стрелять? Да. Это была обычная такая пушка простенькая. Я её полностью переделал в такую пушку. Вот. Она была вообще пушка, которую ни разу нигде не видел. Какая-то фигня была. Вот я её переделал в нормальную пушку. Правда, пришлось у этого истребителя, у этого истребителя Бэтмена взять дедали, чтобы сделать вот такой момент. Это французы, а это русские. Покажи, как пушка стреляет. А берите, Лего, иди покажи. А за кого ты голосуешь, Лёва? За кого ты голосуешь, Лёва? Не очень понятно. За русских или за французов? Ну мой папа всегда за французов. Вот. Нацелю. Это уже за французов. О, да, чтобы камера не двигалась. Классный. Вот. Там, где-то, 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 где-то. Пожалуйста. Там натягивает, вон, ту. Вот, сбей кого-нибудь. Вот это густо. Вот это густо. Бей кого-нибудь. Сбей кого-нибудь пушкой. Лёва, покажи, как стреляет. Подними руку. У меня лего-человечки, которые без этих пластинок, чтобы они там держались. Так, сейчас начну как следует. Попал. Да, попал. Ну, ну, он меня скатил. Вот этот, он... Он двинулся. Двинулся. Тихо, по-моему, грабун. Ты спереди, если я думаю, то забьёшь. В общем, вот это, по-моему... Точно не помню, но, по-моему, это... Вот. Он нас не слышал. А ты что? В общем, дело вроде Наполеон. Да. В общем, вот эти два, это... Американские солдаты. А вот эти, они не американские, но присоединились к... Поэтому они не могут управлять. Ну, хорошо, Лёвочка. Лёва, Лёва. Ты хотел ещё там песню сыграть? Да. Вот, а Русская гвардия, это... Ну, тут главное вот такой густар, который пурпку на одном плече держит. Ты вроде говорил, что французской армией был Наполеон. Наполеонская армия французская, да? Так, Лёва. Вот это Куртка Минтик называется. Минтик. И вот тут... А где его ноги? Ноги. Это уже одна лошадь еще есть. Сейчас. Без ног. Нет, Смиркан. А, я это видел. Он под курткой прячет руку. Вот там, блин, Смиркан, защищала Куртка. Удар... Это самое главное. Попали в мою руку. Вот он под курткой прячет руку? Ну да. Это Наполеон. Нет, это русский солдат. Гуся. Гуся. Он наполеон-то отпрятал руку. Это Наполеон. Нет, не Наполеон. Наполеон он в Польше вообще. Вот еще русский солдат. А где самый главный? Самая главная русская армия. Вот это гусар от самой главной русской армии. Вот это красный. Зуля, это мешает. Да нужно быть Наполеон, если он так руку прячет. Я тоже не делаю, что тебе помню. Так, Лёва, Лёва, пожалуйста, сыграй то, что ты хотел сыграть. А то время у нас... Вот это лейпы гвардии гусарский полк. Вот его название, вот этого солдата. Сыграй. Лёва, ты меня слышишь? Сыграй, сыграй. Лёва, ты меня слышишь? Лёва, ау? Меня слышишь? А ты меня слышишь? Я вас дам. Я тебя прошу, переходи, пожалуйста, к тому, чтобы сыграть что-то нам. Хорошо, я сейчас только подготовлюсь, пусть пока кто-то хотел рассказать. Да. Тая, давай, ты что-то хотела нам рассказать. По поводу мультика. Сейчас. Так. Давай я вот так попробую показать. Второй мультик. Это моя любимая часть. Второй. Третий. Четвёртый. Четвёртый. Три пятый. Ну вот, всё, мои пять мультика закончились. Так быстро? Да. Да. Это ж непонятно, что ты из отдельных фотографий делала. Это ж очень трудно. Да. Можно даже показать, как я это фотографиями. Я просто держал, держал. Да, да, да. Это слишком долго будет, а моя. Я хочу. Сейчас. У меня целая студия вообще есть. Вот одна фотография. Вот вторая. Третья. Всё, всё, всё. Это будет уже чисто летом. Понятно. Спасибо. Да, это понятно. Так, Гриша, давай тебе слово дадим. Хорошо. Ну что, я закончил самолёт. Его, правда, надо раскрасить. У меня тут есть краски. Ну вот, краски. Только чёрный и белый. Не знаю, это показать. Вот, краски. А, нет. Тут чёрный, два жрёных, два серых. Там был третий серый. Я думал, что там делали. Почему-то я открыл, там всё было твёрдое. То есть что, краски все насохли, что ли? Ну, да, из серых. По-моему, Лёва уже хочет сыграть на пианино. Он уже, по-моему, начал. Я копил. Давай. Называется Коз. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует... 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 И очень много вибрировал. И вот такой газ, карбон-моноксид, он очень часто в кабину находил путь. И вот асфиксация пилота происходила. Но эта проблема была починена в поздних тайфунах. Официальный доктрин, не знаю, перевести это слово, все еще говорила, что пилот всегда носил свою маску, когда пилотировал тайфун. Другие проблемы были в структуре. Хост в ранних версиях была слабая точка самолета. Поэтому были такие платы, которые прикрепляли к хвосту самолета, чтобы сложнее было сбить. А, то есть это бородю прикрепляли, да? Ну да. Все эти проблемы, мы значили, что тайфун никогда не будет хорошим файтером. Ну, не файтером, а истребителем. И вот по-русски он хорошо, но он все равно хорошо работал на низких уровнях. Так, ребята, кто из Польши, пожалуйста, там выключите у себя микрофон, когда кто-то рассказывает. Гриша, продолжай, пожалуйста. Ну, на низких уровнях, в смысле высоты. Во время вот там атаки Франции, названной Рубардо, не знаю почему, тайфун, он был очень сильным самолетом, мог принимать много, много пуль от врага и еще очень стабильная пистолетная платформа. И отличный атрибут самолета – хороший стрейсинг. Я не знаю, что это значит. Хороший что? Скажи еще раз слово. Трейсинг. По-английски. С добавлением три рокинг-проекта у меня вот есть они. Вот здесь два из них. И вот на этой стороне тоже есть. Тайфун был трансформирован с плохого истребителя в отличную машину для доносения агнеудара на землю. То есть это называется штурмовик? Да, штурмовик. Вот эти сильные оружия, у них были сильные разрушительные силы, близко к береговую атаку военного корабля. В зонах, как в фалайсовом кармане в Нормандии, тайфун был страхом немецких солдатов. Во время жизни тайфуна постоянно апгрейдили, ну, улучшали. Оригинальные карманы, ну, как сказать, машины, ну, канопия, как у машины двери, были заменены на пузырные канопию. Три, вот там, пропеллер с требя, с требя лопастями, был заменен на пропеллер с четыребя. И вот, и вот, хвостовые самолеты были... Плоскости, наверное. Плоскости, наверное. Такое, но ни один из этих обновлений смог спасти тайфун. Ну, из сервиса, как это сказать? Не знаю. Выслали из сервиса быстро. Обслуживание. Да, из обслуживания быстро после войны. Во время, ну, до октября 1945 года оно было... Оно из... Изошло из... 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 Фрэ... 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 Ну, оно раньше было в... На фронте летало в РАФ-сервисе, И оно... Оно... Вообще... Больше нету. Сегодня... Только... Один... Из... Таких самолетов... Настоящего размера... Настоящий... Остается. Скорость... 412 миль в час. Ну... Это 700 километров, да? Я не уверен. А... Ну... Та... Ну... Та... Ну... Та... Та... Ну... Сколько может прилететь? 510 миль. О... Это... 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 Очень много. Это... 900... 900 километров. Ну, да. Размах в крыльях... Сор... Сорока... Один фут... 7... 7... 7... 12... 12,67 метров. Длина... 9,73 метра. Вооружение... 4... 4... 20 миллиметров... Пушек... 8... 8... РП-3 ракеты... Или... 2... 500... ЛБи... Ну... 500... Паунз... А... Или... 2000... Паунз... Бомбы. 3... 4... 5... 5... 3... 5... j... 6... 6... Убрано... Не убрано... Я выбрал... 6... 9... 10... 4... 5... 6... 9... вооружения либо 8 ракет или где бомбы и бомбы вот ракеты вот боба вот ракеты тут можно выбирать открытая я хотел закрытую еще тут есть такой двигатель и тут есть такая зеленая штучка видимо контролирует эффективность этого двигателя я думаю что когда она открыта воздух воздух медленнее двигается то что больше пространство не толкает когда она закрыта она должна самолет должен быстрее лететь наверно да на полете убирались до убирались скорее всего этот двигатель активировался из-за того что пропеллер крутится потому что он прям под пропеллером пропеллер тут прикольная штука вот там где черный квадратик это так не клеить и можно понять как устроить пропеллер вот там где черный квадратик куда он показывает это не клеить значит а то время уже много нам еще надо записаться на следующий раз так ребята потом поудивляемся потом будем записывать вот у него вот у этого самолета там очень много деталей даже тут человек не знаю если видно ну видно там человечек сидит ну да там детали пулеметы вот здесь или так есть такой блок где показано все пули устройства пулемета это сделать так можно выбирать тут вот этот кусок можно вырезать здесь примерно можно вырезать и поставить такую деталь который выглядит как будто это открылась чтобы перезарядить а понятно там снизу чтобы новые патроны что можно выбирать открытые нет понятно я я все спасибо ребята что вас удивило расскажите меня удивило что он такой быстрый и что у него и ракеты и пули что он сам его собирал еще меня удивило до того как ну то что лёва показала ну как удивило что вот эта пушка стреляла и а то что да я делал мультик прикольный так хорошо кто еще хочет сказать я можно я меня все удивило так можно я да пожалуйста тебя как зовут я хочу сказать что мне понравилось так что как она называлась штука по тропейлерам и что он быстрый и и что у него были пушки были были две две двадцати миллиметров я хочу показать одну книжку покажи нам интересно на польском в русском в русском кто не хотелось сделать я тебе не буду читать а это по польскому где умеет за запас за шишки он сказал что он быстро умрет с голоду без одной шишки да если у него вот столько запасов ух ты ну вот вот паникольчик сказал что за шишки вот с шишки там попала на медведя в шишкам паса со стороны глаз тут они сонли упали в моря все заканчивай заканчивай спасибо спасибо давайте пойдем записываться на следующий раз загадку загадаю мне дали клея самолетом сколько миллилитров мне дали клея с этим самолетом это не загадка сколько спасибо и до свидания всем до свидания спасибо всем пока подпишитесь на канал и смотрите наши предыдущие доброго а